Летай со мной. Проект, организованный Общероссийским народным фронтом, оказался востребованным в Ульяновске. С его помощью дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и ДЦП получили возможность бесплатно летать в аэротрубе. Организаторы покрывают все расходы средствами президентского гранта, выигранного в прошлом году. Ребята от 4 до 14 лет под руководством инструктора парят в потоках воздуха. Смелая девочка Алина Гараева летает с апреля. Воздушные тренировки Алине пришлись по душе. Ну, это такая нагрузка, которая иногда бывает сложно, а иногда наоборот, легко. То есть летишь как перышко. Вот когда я в первый раз рассказала подружке, она прям сильно удивилась. И сказала, что хочет, чтобы я рассказала об этом поподробнее. И это не только веселье, но и одна из форм реабилитации. Воздушная физкультура помогает детям восстановиться и стать смелее. Потоки воздуха в трубе воздействуют на каждую мышцу ребенка и, соответственно, происходит массаж. А как результат улучшения кровообращения. Те детки, которые у нас не ходили, не поднимались по лестнице, самостоятельно не спускались, сейчас имеют такую возможность, и они самостоятельно больше двигаются. То есть двигательная активность у них увеличилась намного. Они стали чувствовать себя намного стабильнее. У них координация движения улучшилась. У них нет страха психологического о том, что они что-либо не смогут сделать. В Ульяновске уже собрана команда из 30 ребятишек. Все они регулярно занимаются адаптивной физкультурой и летают в аэротрубе. Работают с ними реабилитологи, психологи, инструкторы аэродинамического комплекса. Руководство аэротрубы все возможные принимают способы, чтобы ее совершенствовать. И чтобы создать комфортные условия для детей. И этой осенью будет пандус установлен для того, чтобы дети могли комфортно заниматься. Было построено помещение, где дети могут проводить тренировку по АФК и проходить инструктаж. Проект «Летай со мной» воплотили не только в Ульяновске. Зимой приступили к занятиям дети из Москвы, Челябинска и Санкт-Петербурга. А в июле присоединились еще семь регионов. На 24 ноября запланировано соревнование по адаптивной физкультуре. Они состоятся в северной столице.